АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, доктор! Здравствуйте! Здравствуйте! Он от Давида Марковича. А Давид Маркович у нас кто? Так и я. Ага, я понимаю, да. Поздравляю вас, поздравляю. Я навел о вас справки. Да. Сказали, что вы таки неплохой доктор, который разбирается вот в этих округлостях. И что ни один уважающий себя одессит не выбрался на свободу без вашего участия. И что у вас такие золотые руки, в которые дети сами выскакивают. Спасибо, конечно. Но что вы, собственно, хотели? Я бы хотел представлять интерес этого молодого человека при его появлении на свет. Что? Обсудить цену выхода. Что вы от нас хотите? Я? Подождите, даже вы хотите рожать? Я? Мне это не надо. Спасибо. Я имею в виду ваша жена. Ну, возможно. Но если что, ктиличка потерпит. Да, нет. И? Ну, ладно, ладно. Вы хотите в этом участвовать? В таком случае, я мою часть работы уже сделаю. Давайте вы сделаете вашу и по рукам. Слушайте, я что-то вообще перестал понимать, что происходит. Давайте мы вот любезности отбросим. И вообще, вы собираетесь у нас рожать? Возможно. Так, ну вот, смотрите. Значит, обычные роды у нас стоят. Это дорого. Подождите, я еще не назвал цену. А я уже вижу по вашим этим глазкам, что это дорого. Послушайте, у нас, ну, стандартная цена. А у меня нестандартный ребенок. Скажите, у вас есть какие-то скидки, акции? Какие акции? Ну, например, рожаешь одного, второго в подарок. Или два по цене одного? Нет. Возможно, у вас есть акция «Счастливые часы». С трех до шести я могу подгадать. Нет у нас таких акций. Ну, хорошо. А есть вот «Проведи друга и получи 20% скидки». А у вас что, есть беременный друг? Нет, но мы с телечкой можем развестись и остаться друзьями. Хватит. А послушайте, нет, нет, и еще раз, нет, все. Ладно, бартер. Как вы себе это представляете? Вы нам сдаете ребенка, а мы вам сдаем домик у моря. И на сколько вы не сдадите? Вот, это уже разговор. Смотрите, я предлагаю все по-честному. Силочка будет у вас рожать, ну, максимум... Пять. ...три часа. Поэтому пять минус три. Бог с ним! Домик у моря на час. Нет, спасибо, мне не нужен домик у моря на час. Все. Вы не знаете, от чего вы отказываетесь. Силочка, вы еще не выкинули эту тюльку от прошлых постояльцев? Конечно, нет. Завтрак включен. Знаете что, а давайте мы вот этот разговор закончим. Так сказать, обрубим его, и все. Вот как мне было. Кстати, насчет этого. Мы можем рассчитывать хотя бы на бесплатное обрезание. Мы бесплатно обрезаем только пуповину. Вам сложно два раза чикнуть. Годик, давай я поговорю. Давай. Доктор, вы такой симпатичный, такой интеллигентный, такой интересный мужчина. Слушайте, вы думаете, я не понимаю, что вы это все говорите только ради того, чтобы получить скидку? Боже мой! Вы еще такой умный и проницательный. Так, послушайте, у меня нет времени. У меня там в родильном отделении ждет женщина. Она должна рожать, понимаете? О, а давайте с этой женщиной родим вскладчину. Значит так, смотрите, женщина будет рожать отдельно, вы отдельно, в смысле вы, отдельно, все. Ладно, ладно, называйте эту вашу баснословную сумму. Отлично. Значит так, слушайте, обычные роды... Ой. У нас стоят... Ага. От тысячи долларов. Доктор, вы видите, роды еще не начались, какие они уже тяжелые. А, послушайте, это цена только за роды. Еще надо будет доплатить за медикаменты и палату. Все, все. Алло, полиция, меня грабят. Где в роддоме? Говорите ваш адрес. Слушайте, я же видел, что вы даже кнопку не нажали. И вообще, если хотите бесплатные роды, рожайте по скорой. Это первое, что я ей предложил. Стойте, хватит. Третьего ребенка я хочу родить нормально в роддоме. Ни в скорой, ни в синагоге. Вот у меня есть и женские капризы. Ладно, говорите, по какому курсу вы считаете? Ну, по обычному курсу, по тому, который сейчас. Это не честно. Мы его начинали 9 месяцев назад. А тогда курс был совершенно другой. Ну, правда. Вы видели, как они взвинтили доллар? Такое ощущение, что они знали, что нам нужно рожать. Так, послушайте, вот мне кажется, вам нужно вот туда отойти куда-нибудь, да, и подумать, вы хотите у нас рожать или нет? И все, все, доктор, я уже придумал. Сейчас, ты дочка, сейчас. Доктор, что? У меня уже есть пару этих ребенков. Скажите, можно одного вернуть? Что значит вернуть? Ну, он мне не очень. Знаете, весь в маму ее ногу пошел. Ну, такой наглый мальчик, фу. Я чуть не понимаю, вы хотите старого ребенка поменять на нового? Нельзя? Нет! Ну, давайте на гараж. Стаси, доктор, если я буду присутствовать на родах, это выйдет дешевле, я могу ассистировать. Вы знаете, если вы будете присутствовать на родах, и ребенок так выглянет и посмотрит, и поймет, какой у него отец жлоб, он вообще вылазить не захочет. Ну, скажите, мы хоть как-то можем уменьшить эту сумму? Вот интересно, как? Ну, мы можем сэкономить на прививках. Они у нас бесплатные. В таком случае мы увеличиваем дозу. А чего вы делаете прививки? Стандартные. Коклюш, дифтерия, столбняк. Ммм, это болезни? А я думал, это красивые молдавские имена. Вы понимаете, что я сейчас от вас рожу? Вот, а вы сами с себя деньги тоже будете брать? Доктор, поймите, у меня нет гарантии. Какие гарантии? На случай тяжелых родов? На случай, если ребенок вдруг мне не понравится. Вот я смогу его вернуть в течение двух недель? Нет. Вот, значит, чеки вы не выдаете. Послушайте, в Одессе много роддомов. Не нравится наш, идите рожать в другой. Да нам нравится! Мне не нравится, как вы заговорили. То есть вы не хотите, чтобы на ваш роддом была прибита табличка. Здесь родился величайший из великих Изяц Далидович Робинштейн? У вас? С чего вы взяли, что у вас родится гений? Не знаю. Табличку я уже сделал. А переделывать очень дорого. Я понял. Значит так, смотрите. Вот, я вам пишу. Вот это вот цена за все. Ой, правда говорят. Жадность фрая разгубила. Вы о чем? Один раз сэкономил на контрацептивах, и теперь столько расходов. Додик, третий раз. Не напоминайте. О! А давайте вы примите роды по скайпу. Что? А шо? Это очень удобно. Вот я недавно праздновал день рождения. И позвал гостей. Вроде бы и гости у нас, а кушают самим себя. Додик, а давай ты и деток будешь ждать по скайпу. Послушайте, мы ведь умные люди, правильно? Мы, да. Вот. Мне кажется, что если денег нет, то их можно что? Одолжить. Правильно. Вот. Одолжите мне тысячи. Я имел в виду, чтобы одолжить у ваших друзей, понимаете? А, ну тоже вариант. Хорошо. Что? Я позвоню сейчас другу Яше, у него этих денег, ой. Берите, уже идут ходки. А почему я? Ну вам же нужны деньги. Вы и одалживаете. Зачем вам последний? Отключите телефон. Вы знаете, мне кажется, мадам, с вами будет проще договориться. Давайте с вами обсудим ваши роды. Давайте. А шо их обсуждать? Давайте я уже рожу и побегу доделывать домашние дела. Не спешите. Давайте хотя бы УЗИ ваши посмотрим. Мы не делали УЗИ. Во-первых, это дорого. Во-вторых, мы уверены, что у нас будет мальчик. А если девочка? Это его проблема. Ай. Что? Мне кажется, что у меня начали отходить воды. Кстати, доктор, за воду мы можем получить компенсацию? Нет. Она горячая. Нет. Экологически чисто. Да нет, я вам говорю. Ну. А-а-а. Шо? Шо, шо? Мне кажется, что он просится наружу. А-а-а. Тодик, если ты очень в темпе не решишь этот вопрос, я позвоню твоей маме, чтобы она родила тебя обратно. Если моя мама узнает, что я за какого-то маленького сморщенного ребенка отдал тысячу долларов, она сама от меня откажется. А-а-а-а. Ай. Доктор, делайте что-то. А-а-а-а. Давайте 500. Нет, не выйдет. Выйдет. Не выйдет. Выйдет. Не выйдет. Выходит. А-а-а. Выходи, точно. Хотите, чтобы она родилась здесь, в кабинете? Меня это устраивает. А проблемы будут у вас? Что вы делаете? Ой, смотрите, женщина рожает. А врач стоит, ничего не делает. Ай-я-яй. Да ладно, хрен с вами 500. А сколько вы говорите, 300? Да хрен с ним 300. А, вот ваша сотка и по рукам. Так это 100 гривен. Я это имел в виду. Да ладно. Есть. Отлично. Видеозапись нашего договора у меня есть. Мы к вам придем рожать ровно через 9 месяцев. А это вам для поднятия настроения, доктор. Кстати, шарик не бесплатный. Он 100 гривен стоит. Ну что, телечка. За родным мы уже договорились. Осталось прийти в детский садик, в школу и в институт. Идемте. Спасибо вам. Давай, давай, Натаха. Все под диван. Там не видно. Угу. Слышь, Натаха, а может вызовем священника? А батюшку, например? Ты каждый же день сдаешь квартиру хасидам. Ё-моё. Тут надо подстраховаться реально. Не, ну просто где мы сейчас батюшку найдем? Когда хасиды приезжают, они ж на неделю уезжают из города от греха подальше. Ну да. Слушай, а мы же квартиру застрахуем. Ты что, не помнишь, как мы тебя застраховали? Когда ты все себе переломал. Ну да. Теперь нас ни в одну страховую не пускают. Ого. Чего ты вообще так переживаешь, как в первую брачную ночь? Да не, ну там все понятно было. Слышишь, я так никогда не боялся. Вот это последний раз боялся, когда в лифте застрял. Что ты вспоминаешь? Это было неделю назад. Так а вышел-то я сегодня только. Только соседи туда боятся терзайки. Ой, да ладно, это все у нас в городе делают. Сцыкают в лифтах? Да не, хасидам квартиры сдают. А. Правда, потом капитальный ремонт надо делать. Но все равно, еврейский Новый год это градообразующий праздник. Ой, это точно. Это единственный случай, когда с евреем можно что-то поиметь. Ага, ага. Ой, а вдруг они какую-то заразу привезут? Да ладно, что ты переживаешь? Любая зараза из Израиля тут с руками и ногами уйдет. Что мази, что грязи, что косметика. Я вообще слышала, что они своим за съем больше платят. Не хотел тебе говорить, Натаха. Ага, вчера был в больнице. Короче, теперь я свой. Прикинь. Серега, еще не больно? Не, ну как, я же выпивший был. Правда и хирург тоже. Поэтому чикнул так, нормально. Я еще не смотрел, но говорят, что-то там есть. Ну ничего, эти хасиды нам все компенсируют. По-любому компенсируют, ты шо? Я же еще, кстати, фамилию поменял. Я теперь не Кобелякин, а Кобельман. А можно я Кобелякиной останусь? А то мне все говорят, что мне эта фамилия очень подходит. Ну конечно можно, Кобелячка ты, мальчик. О, тихо, 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 что там? Звонят. Алло, да, да, шо? Вы под подъездом уже? Отлично. Значит так, заходите в подъезд, нос рукой закрывайте и быстренько по ступенькам, да. В лифт не садитесь. Да не, лифт работает, но просто у нас соседи энурезники, да. Все, ждем. Режим максимальной готовности, иди сюда. Ой, какие красивые шапочки. Ага, это я с твоего лифчика отделал. В смысле? Серега! Шо? Да ладно, они заплатят столько денег, что я тебе два новых куплю. Серега, шо ты делаешь? Привычка. Серега! Да ладно. О, заходите открыто. Шо вам. И вам не хворачь. Соль с домотца вам, гости дорогие. Ну шо, как долетели, как доехали? Не кашляете, температуру вам померить? Спасибо. Нам с самого Борисполя только делают, что мерят температуру. Ага, понятно. Это ж бесплатно. Вместо welcome drink, как говорится, добро, пожар. СПА ЛАКШЕРИ УМАНЬ РЕЗЕРВ. Скажите, а вы шо, тоже евреи? Самые шо ни на есть ортодоксальные. А почему на женщине кипа? Ее носят исключительно мужчины. Да это я Сереге, ну просто примеряла. А, да, да. Да, для настроения. Просто примеряла. Я ж понимаю, шо я должна быть в баранже, да? Шо оно все обо мне, да, обо мне. Вот Серега, он точно ваш, покажи им, покажи им. А, смотрите, короче. Не надо, мы верим на слово. И чтобы быть евреем, не обязательно делать обрезание. Как это? А почему? А-а-а! Хорошо. И во сколько же нам обойдется вот эта халупа? Шо значит халупа? Это двухкомнатные апартаменты. Простите, но это однокомнатная квартира. А кухня? Так, короче, если вас вообще все устраивает, с вас двести баксов. Мы согласны. В день? Мы согласны. Но деньги вперед. Больше. Дайте деньги. Что-то, Натаха, они быстро согласились. Проверь, может же они не настоящие? Я не буду трусы заглядывать, сам проверяй. А я не про них. А-а-а! Я про деньги. А-а-а! Не, я чувствую, что вот этот Франклин своими шершавыми губами прям ко мне пристает. Мужчина! А-а-а! Так, ну что, если вам все нравится, значит у нас для вас есть две новости. Хорошая и плохая. Значит, горячей воды у нас нет. Так. А какая хорошая? Но если в кране нет воды, то воду... Что-то воду. Ладно, за воду платить не надо. Так что это хорошая новость. Ага, да. А плохая, холодной воды тоже не будет. Но это не мы виноваты. Это прям перед вашим приездом труба репнула. Ага. Ну, хорошо, что хоть за воду платить не надо. Как это не надо? Коммуналку никто не отменял. Вы знаете, мы заказывали питание, по системе все включено. Так у нас все включено. Вон, микроволновка включена, плита включена, духовка будет включена, если микроволновка будет выключена. Простите, но мы питаемся исключительно к кошерной пищи. Ка-каша тоже есть. Есть. Смешая в холодильничке стоит позавчерашняя. Только корочку снимите и, пожалуйста. Ого. Вы знаете, мы не можем жить в таких условиях. Верните нам задаток, который вы прячете в своем маленьком сейфике. Что? Мы, Кобелякины, никогда никому задаток не возвращали. Ловите леща. Вы знаете, мой, что мне здесь нравится. Благодаря этим людям я себя чувствую здесь как дома. Так. И еще. Давайте сто баксов на ремонт телевизора. Простите, но мы не собираемся ломать телевизор. Так он и так уже поломатый. Просто, если хотите смотреть, давайте сто баксов за ремонт телевизора. Абрам Моисеевич, скажите, а цадик, на могилу которого мы с вами приехали, специально решил умереть в тех условиях, где живут такие люди? Я думал, он о чем-то договаривался с их предками и умер в процессе. Так, учерявые вы наши. Вы вай-фаем будете пользоваться? Простите, что вай-фай тоже платный? Конечно, 10 баксов. Утень! Мы согласны. Напомним. Подскажите, пожалуйста, какая у вас тут сеть? Значит, смотрите, та, которая без пароля. Кафе Каштан. Ага, вот, кафе Каштан. Ага. Пароль требует. Они что, пароль поставили? Вот евреи, блин, не вы, эти с Каштана. Но знаете что, вот это вот все с интернетом, это форс-мажор. Так что мы предоплату не возвращаем, потому что мы, Кобелякины, никогда. Никогда, никому. Мы помним. О, хорошо. Так, значит, и еще вопросик ортодоксальный вы наши. Значит, вы Новый год только у нас отмечать будете или на Рождество останетесь? Какое Рождество? Ну, как это какое? После еврейского Нового года дальше же идет еврейское Рождество. Ну, потом еврейский и Старый Новый год, крещение еврейское. Правильно? Или я что-то неправильно поняла? Абрам Алексеевич, я хочу уже обратно домой в Израиль. Можешь. Наши предки 40 лет мучились в пустыне, пока искали жилье. Мы здесь немножечко потерпим в этой пустоши. Я так понимаю, они 40 лет искали жилье подешевле? Слухайте, еще с вас 200 баксов за вечернюю шоу-программу. Да какая еще шоу-программа? Ну, как это у вашей Новый год? К вам придут еврейские Дед Мороз и Снегурочка. А, да. А можно мы вам заплатим только за то, чтобы к нам никто не приходил? Конечно, давайте. Так даже лучше на костюмах сэкономим. Ну и в честь Нового года давайте еще сотку на подарки. Скажите, пожалуйста, вам когда обрезание делали, случайно совесть не задели? Да не, она у меня вообще в другом месте. Ну так шо, даете сотку? Вот жлобы, а, я ж тебе говорил, вот евреи, они и в Африке евреи. Я уже не знаю, кто из нас евреи. Да понятно, кто. Давай, Натаха, пересчитай, сколько там денег. Две тысячи баксов. Отлично. Так, ребятушки, вот вам ключики, гуляйте тут, отдыхайте, потом кинете их в почтовый ящик. Как говорят у нас в Израиловке, с Богом! Все, давайте, отдыхайте, ребятки. Вот это мы их... Да ты шо, развели их, капец. Абрам Моисеевич, я вас вообще не узнаю. Вы ни разу не поторговались. Мож, в крупном бизнесе мелочиться это просто неприлично. В крупном... Алло! Михаил Маркович, здравствуйте. Да, да. Снял апартаменты для ваших паломников. Да. Разместятся все 50 человек. Да. Умань ультра лакшери штабель резорт. Штабель? Штабелями спать будут. Да, да. 2000 долларов с каждого, как и договаривались. Пусть заходят. Абрам Моисеевич, я реально считаю наш доход. И понимаю, что это святые места. Моисеевич, я тебе говорил, Украина это страна возможностей. А ты провинция, провинция. Шалом вашей хате. Можно? Здравствуйте, вы к какому вопросу? Мне надо оформить израильский паспорт. Вы хотите гражданство? Не-не, гражданство не надо, только паспорт. Зачем вам паспорт без гражданства? Я, честно говоря, не знаю. Я первый раз работаю в Кабмине. Просто смотрю, у всех наших есть. Ну, я думаю, ну шо я лошара шо ли позорный. Вот и пришел. Так а при чем тут израильский паспорт? А я шо не сказал? Я шо собираюсь стать премьер-министром Украины. Ну, и при чем тут паспорт Израиля? А я думал, это обязательные условия. Нет? Извините, пожалуйста, вы хотите стать премьер-министром? Да, хочу, так сказать, наследить. Что? Ну, оставить за собой след в истории Украины. Хочу для всего нашего народа поставить дверь плача. Может, стену? Не-не-не, стену тут уже один попередник строил. Когда люди узнали, сколько она реально стоит, рыдали все. А я вот эту дверь поставлю, бронированную такую, и ключи только у меня. Стена плача – это древняя реликвия. Возле нее стоят люди, молятся и что-то просят. О, у нас такая же, возле кабмина есть. Люди тоже стоят, плачут, что-то просят, только не понимают, что разговаривают со стеной. А у меня будет дверь. Так, я понял. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-либо основания на гражданство? Ну, конечно. Сейчас показывать? Да, конечно. Оно вообще-то там не совсем зажило, ну ладно. Что вы делаете? Вы же сказали, основания. А, шо, этих недостаточно, шо ли? Нет, конечно. Это у нас вообще не обязательно. Это пожелание. Блин. То есть можно было не делать, да? Ох ты ж, черт. Я так понял, это все ваши основания? Нет. Я же еще фотки принес. Три на четыре. Во. А фотографии нужно делать лица. А, ну ладно, я тогда завтра донесу. Ух ты ж. Как вспомню, так вздрогну. Вы знаете государственный язык? Гактически. Ну, а правда, иногда забываю, что я его знаю. Но я стараюсь. Э-э-э, стараюсь. То, что вы картавите, это не означает, что вы знаете язык. Да ладно, я был в Израиле, а там почти все так разговаривают. Ой, извини, извини. А, да. Так, значит, передай этому поцу, шо если его шалава на халяву не отдаст документы, я возьму свою ксиву, приеду, устрою там такой шмон, шо кипиш будет в три раза больше. Давай. Ну, я вижу, идиш вы кое-как освоили. А, это был идиш? Да, но иврит, он гораздо сложнее. Подожди, у вас шо, два языка? Два. Подожди, ну, первый я понял, надо картавить, а второй шо, заикаться? Иврит, это древний, сложный язык, в нем, например, нет гласных букв. Тю, так и в украинском тоже полно таких слов. Вот, например, ПТН-ПНХ, ни одной гласной. А как звучит? Песни можно петь. Продолжим. Все граждане Израиля обязаны служить в армии. Я служил. В израильской армии. Ну, может, не в израильской, но практически. У нас прапор был евреем. В армии страны Израиль. Ну, а есть ли у человека травма? Ну, есть, конечно, исключение. Какая у вас травма? Ну, вот, смотри, я же тебе показываю. Сядьте. Родственники евреи есть? Почти все. Умные, богатые, жадные. А вот как денег одолжить, так ни у кого нет. Ну, чем не евреи, а? В Израиле родственники есть? Что, надо именно в Израиле? Ну, в вашем случае это необходимо. Сейчас решим. Слышишь? А найди-ка мне какую-нибудь израильскую бабушку. Сколько? Десять штук за какую-то бабушку. А нету такой же бабушки, только какой-нибудь литовской, под каким-нибудь эстонским дедушкой. А долго вот этот паспорт оформляется, потому что у меня сегодня самолет на Тель-Авив? Сегодня? Ну? Ну, вы знаете, все относительно. Один наш коллега водил евреев в пустыне 40 лет. О-о-о. Не-не, это долго. Есть какой-то срочный вариант? Ну, единственное, мы делаем исключение женщинам, потому что женщин в Израиле меньше. Если бы вы были женщиной, то... Не, я, конечно, могу метнуться еще раз к хирургу. Мне там, в принципе, до женщины недалеко осталось. Ну, надо же понимать, за что мы боремся. Там много уже наших, чтобы бизнес замутить там, или что? Ну, наших пока, слава Богу, больше. Ну, число ваших, которые типа наши, каждый год растет. Но эти наши, которые бывшие ваши, ведут себя не так, как наши. Ой, только не надо вот это. Когда ваши вумань приезжают, ведут себя еще хуже наших. Наши вашим, хотя бы за это платят. Ну и шо, все равно зарабатывают на этом ваши? Так, давайте ни нашим, ни вашим. И я вам сделаю паспорт Молдовы. Подожди, вы мне паспорт Молдовы? Наши везде. Вот поэтому мне нужен именно израильский паспорт. Тем более, я уже наполовину еврей. Шо ж я зря это яичко кокнул. Вообще-то, надо было кокать крайнюю платье. Блин. Ни хрена себе. Доктор, а если 14 дней не прошло, можно сделать возврат? Шо, нет? Так, все, обратного пути назад нет. Ну ладно, попытаемся заполнить анкету. Ага. Ваше образование. Ну вот, я ж тебе показываю. Что вы делаете? Я тебе показываю, ты ж сказал... Я сказал образование. Так там уже такое образование. Я так понял, высшего образования у вас нет? Да. Да. Нет. Ну тогда или нет? Ну да, нет. Шо-то наше все-таки в вас есть. Скажите, пожалуйста, а кем вы планируете работать? В Израиле без образования? Да я вот это не заморачиваюсь. На место прилечу, с кем-то помурчу, шо-то замучу. Мстите, в Израиле отсутствует коррупция. Как это? Совсем, шо ли? Тогда я не смогу работать в Израиле. А какое у вас вероисповедание? Православный иудей. Это как? Это такие люди, которые не работают и в воскресенье, и в субботу. Честно говоря, я в остальные дни тоже работать не собираюсь, но это можешь не писать. Так, вернемся к нашим баранам. Вернее, к нашим баранам. Шо-шо? Ничего, ничего, вы не поймете, это я на иврите. Так, перед тем, как получить гражданство, каждый человек должен прожить год в Израиле. О, прикольный бонус. Я тёлку возьму. Это оплачивается? Естественно, нет. И так, молодой человек, если как-то вы станете гражданином нашей страны, я должен вас предупредить, что вы в таком случае не сможете посещать такие страны, как Йемен, Иран, Ливан, Ирак и Саудовская Аравия. Смогу. Нет, не сможете. Через Белоруссию ещё не в такие стрёмные страны летали. Итак, ваша анкета готова. О! Давайте ознакомимся. Ага. Образования нет, профессии нет, языками не владею. Стараюсь. Да. Знания истории ноль. Да. Ну что ж, вам отказано в получении гражданства. Я так и знал. Поэтому план Б. Сколько? Родина не продаётся. Понимаю. Здесь двадцатка зелени. Родина не продаётся. Ничего себе. Понял. Но маленький кусочек картонки с печатью этой родины подарить хорошему человеку нам никто не запретит. Но с одним условием. Каким? Вы в Израиль. Никогда. Ни ногой. Не вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы неправильно поняли. Я жду парня. Вы знаете, я его тоже жду. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Женя. Кто так ходит на свидание? Шо это такое? Шо это такое? А, это, заелся шоколадом. Почему ты перебиваешь аппетит? Вы ж сами сказали, неизвестно, будут тут кормить или нет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ У всех? Да, вы ж познакомились с Женечкой по интернету. Но. Да. И писали, что вам приятно с ним общаться. Писала. Но. Познакомились вы с ним, а приятно общались со мной. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Женечка, кто это? Это моя мама. Была Львовна. О, очень приятно. А, скажите, а чего вы писали вместо Жени? Потому что у Женечки нет компьютера. Компьютер я ему подару только на свадьбу. Ну, допустим. Но зачем вы сейчас пришли на наше с ним свидание? Понимаете, Женечка очень стеснительный мальчик от природы. И первая девочка у него появилась только в 30 лет. Я даже помню, как ее зовут. Как вас зовут? Вика. Я зовут Вика. Женя, давай, как учили. Вика, вы самая хорошая женщина в мире, поэтому я... Женя, как учили. Вы самая хорошая женщина в мире после моей мамы. Поэтому я хотел бы вам предложить близкие отношения, включающие флирт и интимную близость. А мне бы хотела для начала просто познакомиться поближе. Сколько вам лет? 28. Еще чуть-чуть и 50. Мой вам совет. Хватайтесь за этот спасательный круг. А мне бы хотелось узнать хотя бы о Жениных достоинствах. О, он весь состоит из достоинств. Он не пьет, потому что гастрит. Не курит, потому что бронхит. Не дерется, потому что трусы, денег лишних не тратит, потому что убью. Женечка, а кем вы работаете? Женечка работает в семейном бизнесе. А что конкретно вы делаете? Он не расстраивает маму. И получает за это хорошие деньги. А какой он романтик. За ним в школе все девчонки бегали. Ты помнишь, как из-за тебя подрались Лаура и Джессика? Мама, это же были собаки. Добрый вечер. Я приветствую вас в нашем ресторане. Что будете заказывать? Я бы хотела шампанского, салат. Ничего. Нужно будет на вас по зубам. Вика, вы хотели шампанского? Вы знаете, у меня есть шампанского. И что? Вот что. Мама, мама, что вы меня позорите? Это ресторан. Пока я жива, ты будешь кушать то, что приготовила тебе твоя мама. А это я приготовила салат из семги. Вика, вы не ослышались, из семги. А здесь, Женечка, твои любимые рибные котлеты. Из-за них, кстати, собаки и подрались. А вы могли бы поговорить тет-а-тет? Конечно, конечно. Разговаривайте о чем угодно. Тет-а-тет это один на один. Вы хотите, чтобы Женя ушел? Нет, я как раз наоборот хотела Женю узнать получше. А, узнать получше? Вы знаете, я с тобой захватила наш семейный фотоальбом. Подойдите, вы узнаете его получше. А, смотрите. Здесь Женечке три года, и он голенький. Ого! Мама, зачем вы это приклеили? Ша! Мама всю жизнь продавала просроченную рыбу, и тебя продаст. А вот это ему 13 лет, он сразу же после обрезания. Не думала, что обрезают так много. Да. Это Равин переборщил, переволновался. А вот это 25 лет, и он опять голенький. Мама, а что вы тут ничего не приклеили? Ага, вот эту фотографию я уже видела на сайте знакомств. Шо? Мама, вы шо выставляете этот срам в интернет? Знаете шо, мама, мне это все надоело. А? Какой характер, а? Альфа-самет! Мама, я не шучу! Ша! Показал характер и сядь. Вы, деточка, встаньте, я на вас хочу полюбоваться. Повернитесь. Улыбнитесь. Ну, хоть зубки ровненькие. А если у нас с Женей будет первая брачная ночь, вы тоже ляжете между нами и будете все контролировать? Ха-ха-ха, зачем вы такое говорите? Я Женечке написала подробную инструкцию. Представляю. Там и для вас есть несколько дельных советов. Вы серьезно думаете, что я должна с вами обсуждать свою интимную жизнь? А почему нет? Извините, пожалуйста, что вмешиваюсь в ваш разговор. Но, Вика, почему бы вам не прислушаться к советам моей мамы? У нее, в отличие от нас, таки есть сексуальный опыт. И вот вам результат. Судя по результату, этот опыт был единственный раз в жизни. Что? Вика, не спорте. Если моя мама решила сделать нас счастливыми, нас уже ничего не спасет. Женечка, а у вас есть свое собственное мнение, а? Ха-ха-ха, ну шо вы? Есть, конечно. А можно, Женя, хоть что-то сам ответит? Да-да-да, я молчу. Женечка, я вам вообще нравлюсь? Ну, вы знаете, не так, чтобы особо да, но и не такое уже категорическое нет. Женя, я пришла на свидание с вами, а не с вашей мамой. Ой-ой-ой, что-то вы уже не нравитесь, Женечка. Нет, я ему нравлюсь. Нет, не нравитесь. Нет, не нравитесь. Давайте уже не спросим. Не надо, пожалуйста. Ой, господи, звонок. Ой, извините, это по работе. Алло, да. Ну, такое. Маленькое, рыженькое. Женечка, давайте куда-нибудь убежим. Давайте, а куда? Плоское, как камбала. Я не знаю, куда-нибудь подальше от вашей мамы. На набережную. Ну, из плюсов. Что из плюсов? Кушает, наверное, мало. На набережную я не могу. Там сейчас прохладно, а я без почтаников. Меня мама заругает. Хорошо. Хорошо, я сейчас спрошу. И, конечно, меня извините, это не в моих правилах вмешиваться в чужую личную жизнь. Но вы ответьте мне на вопрос, свадьба будет или нет. Людям надо что-то думать. Скажите, пожалуйста, а на свадьбе невеста будет делать выкуп за жениха? Это почему? Потому что у меня такое ощущение, что Женя у вас в заложниках. Я сделаю вид, что я этого не слышала. Но я знаю, что мама это запомнила на всю жизнь. А скажите, Вика, вы любите детей? Не так, как вы, конечно. Но люблю. Все понятно. Воспитание внука ляжет на мои хрупкие плечи. Но ничего, от Женьки осталось много детских вещей. А у нас, может быть, девочка будет? Так они девчачьи. Они мне достались от мамы. Я хочу узнать Женю получше. А вы все время говорите, говорите. Вы можете хоть минуточку помолчать? Да-да-да, я молчу. Набрала в рот воды. Мама, набирайте. Женя, скажите, а сколько вы зарабатываете? Я получаю восемь тысяч. Ты отдаешь мне семь восемьсот? Куда ты остальные деньги деваешь? Ты начал покупать жвачки? Мама, залейте рот. Женя, скажите, а куда бы вы хотели отправиться в свадебное путешествие? Вы знаете, мне нравятся азиатские страны. Поэтому я бы хотел отправиться в Париж. Жаль, а мне нравится Таиланд. Таиланд исключено. Мама боится летать. Да вы можете помолчать. Все. Я молчу. Рот на замок и ключ вам. Мама, чтобы я еще хоть раз этим людям что-нибудь посоветовала. Свое время убила. Мама! Женя, скажите, кто, по вашему мнению, должен заниматься семейным бюджетом? Вы знаете, я думаю, что деньги должен зарабатывать мужчина. А тратить их должна, конечно же... Ну, конечно же, мама шли мазал. Все, мне это надоело. Вы должны определиться, Евгений. Или я, или ваша мама. Спасибо, женщина. У нас много кандидатур, кроме вас. Ах так? Тогда, Жень, прощайте. Стойте, стойте, Вика. Что? Вы... Да, я хотел вам сказать. Говорите, Евгений, я хотел вам сказать. Что вы, что вы мне, что вы мне... Что вы должны еще за семью и за шампанское. Слухайте сюда, мамаша! Что? Сядьте! Теперь буду говорить я. Что вы меня хотите втюхать? От этого тридцатилетнего проростка, которого до сих пор кормите грудью? Вы думаете, у меня глаза на затылке, что я не вижу вашей семью. Это крашеная селедка. А шампанское – это паленый шмурдяк с газировкой. Вам что-то не нравится на этой шикарной витрине? Так нажимаем с кисточкой. Стойте, Вика! Женя, если ты не женишься на этой девочке, ты будешь полный идиот. Вика, Вика, шо ж вы раньше не вскрылись? Потому что у меня тоже есть мама, и она меня тоже таки чему-то научила. Вы знаете, я уже хочу познакомиться со своей свахой любимой. Так что мы стоим, давайте знакомиться. Мама, вылезайте из-под стола! А я бы вылезла еще на плоской камбале, так я так и застряла. Зато я за что положение носочки. Да, да, идут и идут. Просто сплошной поток. С такими темпами голосующих на выборах будет меньше, чем кандидатов в президенты. Я тебе серьезно говорю. Один за одним прям. Штабеля. Ой, ладно, не могу говорить. Сейчас. Пока. Здравствуйте, милочки. Здравствуйте. Президенты устраиваются здесь? Здесь подают документы, да. Скажите, а Яша уже подавал? Ну потому что если Яша да, то и я да. Если Яша нет, то я нет. Какой еще Яша? Значит, не подавал, вы бы его узнали. Ну так президенты это сюда, да? Да, вы правильно попали. Нет, милочка. Попадать я не собираю. Я хочу на этом заработать. А почему вы решили, что именно вы должны стать президентом? Ну так я понял, что все наши идут. А я шо, лох? Ну и вы послушайте, как будет звучать эта фраза. Включайте, президент Украины Изя Кальцман. Давайте ваш паспорт. Да, да, да. Сейчас, секундочку. Вот, пожалуйста. Нужен наш паспорт. Ну так это наш. Это я понимаю. А нужен украинский. А, украинский. Вот этот, может? А это паспорт Кипра. А нужен украинский. Большой, что вы все усложняете? Украинский, украинский. Сейчас поищу. О! Здрасте. С Днем Святого Валентина. Вообще там март на дворе. Да вы что? О! Черт, смотри, а. Я же не опоздал на президентскую гонку. Подождите, вы тоже президенты? А что смущает? Ну, хотя бы то, что у вас вряд ли будет 2,5 миллиона. Ну, я-то готов. Это я слышу. Ну, просто я не понимаю, зачем вам надо президенты? Почему вы решили, что именно вы должны идти туда? А что смущает? Ну, то, что вы алкаш? А кто лучший самый знаток политики? Мы вот так с пацанами сядем вечером. Я так раз вот только дал первый стаканчик. Сразу говорю, о, все ясно. Этот проворовался, этот еврей, этот уже был президентом. Мне сразу мужики говорят, все, Семенович, тебе надо в президенты. И вот я здесь. Дворовый кот врывается в крысиное логово. Вас так и записать или это ваша программа? Записывай, Семенович. Вы издеваетесь? Нужна полная фамилия, имя, отчество. А Семенович, это отчество или фамилия? Вам это зачем? Ну, у вас даже программы нет. У меня программа есть. Я хочу, чтобы вот это продавали после 11. Ты не представляешь, сколько людей меня здесь сейчас поддержит. Сто процентов. Все. Нашел! Нашел! Извините, я здесь стоял. Я дико извиняюсь. У вас не найдется 50 гривен на старт предвыборной кампании? У меня, к сожалению, нету. Но я знаю выход из вашей ситуации. И? Выход вон, да. А, хорошо. Милочка моя, нашел я ваш украинский паспорт. Я уже заволновался, что его нету. А он оказался в стопке европейских паспортов. Я ж забыл, Украина – это Европа. Тут написано Иван Кацапенко. Да. А что, нормальная украинская фамилия. Что вам не нравится? Ладно, а сколько вы живете на территории Украины? Один годик. А надо десять. Милочка моя, проживаю я тут 15 лет. Но жизнью я могу назвать только последний годик. Ладно, залог 2,5 миллиона есть? Ну, у Вани Кацапенко, конечно, нет. Но я думаю, язык Айцман что-нибудь придумает. Ага, ага. Здравствуй, Анжелочка. Ты когда деньги вернешь? Ой, что всем деньги? Ей деньги, ей деньги. Ой. А, Джесси. Идите. Туки-туки, здравствуйте. Мне так, чтобы по-быстренькому, а то на работу опаздываю. Значит так, записывайте. Филиппова Анжела Багировна. Подождите, вы тоже собрались в политику? А шо? Раньше была обычная, а сейчас буду политическая. Работы меньше, платят больше. Ну, просто это будет как-то странно, если вы станете президентом. Я вас умоляю, раньше у народа все отбирали, а я давать буду. Всем и вся. Хорошо, так, предыдущее место работы. Ну, так, чтоб определенного-то не было. Ладно, а сколько вам лет? Такие вопросы приличным девушкам не задают. А мне 32. Вам не кажется странным, что вы будете в списках кандидатов в президенты? Я вас умоляю, я там половину из этих списков знаю. У меня и фото, и видео, столько компроматов и со мной. И они между друг друга. Кстати, больше всего они это и любят. Ладно, давайте так, вы от партии или самовыдвиженец? Ой, вы знаете, у нас и партиями с девочками вызывали, и самовыдвижением нас просили заниматься. А как лучше? Ну, лучше от партии, больше возможностей. Тогда пишите от партии. От какой? Да хрен его знает. Вот так и пишите. Да шо, чо, шо, чо. Записывайте. Народный род. Да не-не-не-не. Рот народа. Вот так пишите. Деньги у вас есть? Да конечно, сколько надо? Два с половиной миллиона. Угу, у вас расценочки. А-а-а, знаете шо, я, наверное, пойду в кабинет министров, может, они вас там легализируют. Шо, деньги принес? На, держи пятнадцать гривен. А-а-а, чо так мало? Учись радоваться малому, деточка. Скажите, пожалуйста, а какая окупаемость этой истории? Ну, какая еще окупаемость? Ну как, я вношу два с половиной миллиона. Сколько я с этого получу? Смотрите, если вы выиграете, то вам вернуть деньги. А, деньги всех кандидатов 44 умножить. А-а-а. Нет, только ваши. Я понял, эту схему придумали наши. А если я проиграю? Ну тогда деньги уйдут в доход государства. Все понятно. А-а-а. Скажите, а можно я сейчас дам сто гривен, а остальные после выборов? СМЕХАЕТСЯ Ну вам же меньше возвращать. Нет. М-м-м. Ну хорошо, а можно я дам полсуммы и буду президентом половину срока? Мне хватит. СМЕХАЕТСЯ 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 Только уголовника нам не хватало. Мы только от одного избавились. Хочу сразу уголовник. По вам просто видно. Вот у вас судимости есть. А сколько по конституции надо? СМЕХАЕТСЯ Ни одной. У меня чуть больше. СМЕХАЕТСЯ На одну. Но зато, зато у меня уже план есть. Вот эта предвыборная программа. Три пункта всего. Значит так. Братве подгоны. Ментам винты нарезать. Это первое. Второе. Вор ворует. Фраер пашет. Третье. Жизнь игра. Свобода козырь. Навеки. От души. Ваш кабан. А? То есть, вы хотите вот с этой программой идти в президенты на выборы? Ой, а я с этой программой в такие места заходил, что тебя лучше и не знать. А деньги у вас есть? Если сегодня все выгорит, то завтра будут. Ну так завтра и приходите. А ты дерзкая. Я тебя запомнила. Изя, ну что, оно завтра выгорит? Кабанчик. Я как раз этот вопрос решаю сейчас. А, да, 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 давай, давай. Скажите, пожалуйста, я здесь услышал, что в этой стране президенту запрещено иметь свой бизнес? Ну, конечно, запрещено законом. А, ну, наверное, зарплата президента миллион долларов в месяц? Ну что вы, 30-40 тысяч гривен. А, абсолютная полнота власти, законы под себя. А? Нет, парламент у нас главнее. Я понял. В этой стране президент имеет только огромный геморрой, который все активно обсуждают. Что вы мне голову сморожете этим президентством? Я? Да. Пойду, найду страну позговорчивее. Так, пожалуйста. Шалом, батюшка. Воистину шалом. Дочь моя, мне бы... Батюшка, и вы в политику? Просто сейчас в стране такая ситуация. Нам либо сюда, либо сразу в Ростов. А вы с якого патриархата? Чё? В Ростов. Сразу в Ростов. Сразу в Ростов. Виктор, и вы тоже в политику? Вы мне так сразу скажите, а Вакарчук точно не? Сказал, что нет. И даже документы не приносил и не подавал? Нет, не подавал. Ну, тогда так и пишите. Народный президент Виктор Бронюк. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Просто ваши песни, они радуют вчителям, лекарям, шахтарям и других. И поэтому мы хотим, чтобы вы остались с нами простыми людьми и надалее. Честно? Дуже честно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ